There are signs on the ring, which make me feel so down I will buy something for myself, I will leave a link to the link to the link I will leave a link to the link to the link There is a lot of fun things, which you can collect in boxes You can buy a new year and buy some things For example, открыtки, ежедневники, planners Just to put in a gift Now, with you, we'll see what's coming First, here's a nice look They, кстати, are very nice to pack Это не какая-то дополнительная функция Просто стараются с упаковкой, с бантиком И здесь должны быть Сейчас мы посмотрим Ну, во-первых, я так понимаю, мне в подарок положили вот такие милые стикеры Дальше конверт с открыточкой Прямо сразу в конверте под Новый год, как в сказке, полным-полно чудес Дальше новогодние открыточки с прилагающимися к ним конвертами Одна тематическая явно с Новым годом Ну, а другую теплой зимы просто можно кому-то подарить или положить в любой подарок Дальше наборы стикеров Вернее, их здесь два листа Я вот такими небольшими стикерами очень люблю запечатывать конверты, которые вкладываю в подарок Или же, когда я отправляю открытки, сзади пишешь текст и не хочется как-то его голым отправлять Если на рисунок у меня там нет времени или вдохновения, я вот как раз приклеиваю такие небольшие рисуночки Так что это очень-очень полезно Дальше упаковка с тетрадками Мне, кстати, очень нравится их формат И здорово, что пакуют все отдельно, то есть ничего не испачкается, не помнется Мне очень нравится Одна вот с таким нейтральным принтом, другая с забавным Это тоже я брала уже в подарке И дальше трекер привычек Вот его не знаю, или мы разыграем, или он отправится кому-то в подарок из моих друзей Потому что у меня трекеров привычек Ну, вернее, для меня они совершенно не срабатывают Но я знаю, что многие любят ими пользоваться И еще в конверте вот так солидно упакована большая тетрадка Сейчас мы ее откроем На самом деле в магазине я даже удивлена, что так солидно и здорово все упаковывают Даже вот одну тетрадочку завернули в упорчатую пленку очень-очень надежно Тетрадь очень красивая И это именно тот формат, в котором я обычно пишу сценарии и планы Плюс это пружина Мне всегда удобно при съемке видео вот так загибать и пользоваться Поэтому это однозначно остается мне И тем более я просто влюбилась в принт Я вам очень советую заглянуть в магазин Умки на перлога Ссылку еще раз я оставлю в описании Там можно выбрать очень много мелочей И в подарки друзьям, и порадовать себя на Новый год Я вот этим заказом очень-очень довольна Ну и наконец мы переходим к книжным покупкам Я специально не буду смотреть на накладные Потому что я уже немного даже успела подзабыть, что здесь за книги И сейчас я быстро распаковываю, чтобы в микрофон не шуршать И на какой-то промежуток времени замолкаю В Бук 24, как всегда, пленки просто не жалеют И я, кстати, скатываю ее Стараюсь скатывать очень аккуратно Потому что у меня у самой скоро будет анхол И это все мне очень пригодится Ну и в общем интуиция меня не подвела Я начала как раз с той посылки, которая у меня была основной И это те книги, ради которых все и затевалось Во-первых, «Атлас мира» Толкина Дэвида Дээ Впервые я эту книжную серию А здесь несколько книг еще есть «Битвы Толкина», «Герои Толкина» И, по-моему, «Карты Толкина» Четвертая какая-то книга Впервые я их увидела в Питере В подписных изданиях Но они были на английском И стоили каких-то нереальных денег Плюс я посмотрела содержание И поняла, что, возможно, моего уровня английского Не хватит для того, чтобы насладиться чтением этих книг В полной мере Но, конечно, оформление было шикарное И, в общем, я тогда как-то отложила идею купить эти книги Потом смотрела их на Амазоне Они стоили еще дороже И тут я вижу, что их начали выпускать на русском языке Я уже видела в планах У «Эксмо» есть и следующая часть, и дальше И что самое крутое Я вот сейчас держу в руках Я аж не верю тому, что они сохранили вот эту обложку под кожу То есть я сейчас постараюсь, конечно же, вам сделать до съемки Чтобы вы видели какая-то текстура Я не хочу ее шкарябать ногтями Но это действительно обложка Вот именно как в оригинале Под кожу с золотым тиснением С вытравкой И внутри совершенно великолепное наполнение Вы только посмотрите на эти карты На эти развороты Безумная работа проделана над этой книгой И чувствуется, что Дэвид Дэй Сам отъявленный фанат Толкина и мира Средиземья Я очень рада такому пополнению своей фанатской библиотеки Обязательно расскажу вам про книгу подробнее Как только сама углублюсь в ее изучение И прочитаю хотя бы какую-то часть На самом деле здесь текста не так уж много Но насколько вот сейчас пролистывая я могу судить Он здорово упорядочен И вот как раз подходит к иллюстрациям И подходят картинки соотносятся с написанным текстом А не просто это какие-то вклейки артов И рандомные факты Надеюсь, что как можно скорее издадут и следующие книги серии Ну а пока фанаты Толкина Обязательно присмотритесь Это шикарная книга Следующая книга это Темное искусство Я расширяю опять же свою фанатскую библиотеку Гарри Поттер И кстати, огромное спасибо всем, кто Написал мне, что эту книгу на Буг-24 можно купить Вообще там за 320 рублей я ее что ли заказала Потому что я собиралась оформлять ее на лабиринте И в общем-то у меня даже не возникло мысли Посмотреть ее в другом месте Потому что на лабиринте она и так была с 40% скидкой В общем я не думала, что где-то еще дешевле ее можно найти Сейчас она кстати в пленке Тоже я ее открою и вместе с вами немножко полистаем Книга по формату похожа на записки Ньюта Саламандера Которая у меня уже есть И это артбук по темным искусствам Как всегда здесь много дополнений Даны небольшие досье на темных магов На артефакты Вот вижу вклеено письмо Небольшой постер с Сириусом Блэком У меня кстати есть он полноформатный Карточки с волшебниками Разворот про армию Дамблдора Дальше начинается информация по фантастическим тварям Тоже все это достаточно интерактивно Со вклейками, со вставками В любом случае в декабре будет большой выпуск По миру Гарри Поттера Я еще не решила, буду я показывать вам новые подарочные издания Которые у меня появились в течение года То есть обновление своей коллекции Или сделаю что-то более информативное Или может быть выйдет и то и другое видео В общем все зависит от вашего желания Что бы вы хотели послушать про Гарри Поттера Обязательно мне пишите Потому что я после второго фильма Вновь рухнула в эту вселенную И сейчас с удовольствием погружаюсь Изучаю, покупаю себе какие-то новые книги И просматриваю старые артбуки Ну и наконец последняя третья книга из этого заказа Это Вырывашка Брома Ну что я хочу сказать АСТ бьет просто все рекорды по крутости издания Нереально качественная полиграфия Рисунки Вот Бром именно заслуживает такого оформления Я конечно еще не особо здесь знакома с сюжетом Но вот то что я у него прочла Нуждается именно в таком исполнении как артбуке То есть понятно те книги были более объемные Здесь я понимаю, что это скорее всего повесть Оформленная именно в книгу Но вот все что выходит у Брома Мне хочется иметь именно в виде отдельных книг И наслаждаться его восхитительными работами Я даже задумываюсь над тем Чтобы сделать какой-то отдельный выпуск Про своих любимых иллюстраторов Которые также являются и писателями Хотя я вам когда-то уже рассказывала про Криса Риддала Но вот возможно сделаю отдельный выпуск И про Брома Потому что это моя огромная любовь Литературная 2017 и 2018 годов Снова километры пленки И снова я ее быстро размотаю Чтобы вам микрофон не шуршать А вот в этой посылке Я даже уже немного успела забыть что заказывала Во-первых это вот такая магнитная закладка С Ньютом Саламандером Но заказывала я ее на розыгрыш Так что это небольшой спойлер Того что будет в розыгрыше по Гарри Поттеру Там у меня еще едут несколько книжечек Именно подарочных изданий Которые также отправятся кому-то из вас Ну и вот эта закладочка У меня есть такая с Гарри Поттером Она удобная, классная И я решила немного разнообразить грядущий розыгрыш Вот дополнительными деталями в виде закладок Дальше Бумажная принцесса Эрин Уатт Тоже она в пленке запаяна По-моему книга 18 Насколько я слышала по отзывам Это очень годный ром-фанд Все что пока я успела увидеть в аннотации Почему-то мне напоминает очередную Какую-то интерпретацию Золушки Главная героиня Круглая сирота Еще ее зовут Элла И живет она с мачехой Почему-то здесь написано с матерью При этом сирота Ну в общем посмотрим, почитаем, разберемся Хотя на самом деле я слышала Что книгу сравнивают с жестокими играми А вот жестокие игры мне когда-то нравились И ничего себе здесь мелкий текст Просто я думала, что это как обычно Подростковое чтение Вот такими буквами Вот с такими отступами Но здесь что-то прямо очень-очень много текста Еще и бумага достаточно тонкая Ну ладно, посмотрим Я думаю, что я за эту книгу возьмусь уже ближе к январю А то и к февралю Потому что в последнее время Черная пятница подкинула мне чтение И сейчас у меня просто все вплотную в читательском распорядке Но к бумажной принцессе я обязательно вернусь И, возможно, даже к продолжениям Как только мне захочется чего-то вот такого легкого Ну и, наконец, моя фанатская радость Вы сейчас, конечно, будете смеяться Но не смейтесь Это 4 книги Комиксы по пиратам Карибского моря Вы знаете, что я немножко двинутая на этой теме И пиратская подборка будет обязательно Я уже готовлю к этому материалы Эти книги вышли в апреле или в мае этого года И стоили они где-то под 500 рублей, по-моему Или даже больше в 1С интерес Я их тогда в корзину отложила Но, думаю, я уже достаточно отошла от этой темы Чтобы не тратить 2000 на комиксы Которые прочитаю буквально за вечер Но здесь были скидки По-моему, 70 или 80% на эти комиксы В общем, я их купила Рублей за 500, наверное, все 4 тома Поэтому я просто смотрю, улыбаюсь и дико радуюсь Кстати, когда-то я не уверена, что именно этот художник Рисовал коротенькие комиксы для журнала Геаленок Ну, то есть, вы понимаете, сколько лет я уже фанатею по пиратам И вот тогда я обожала срисовывать именно Джека Воробья В таком стиле у меня даже сохранились рисунки И, да, текста здесь буквально страниц, наверное, по 40 Интересно, это 3 плюс, 6 плюс Ну, в общем, книги идеально для меня подходящие И оставлю их на черный день Когда мне захочется вернуться в детство Ну, а вот теперь мы переходим к уже распакованным книгам И первый из них это артбук по компьютерной игре Assassin's Creed Odyssey Я вам рассказывала, что сейчас этот артбук был моей настольной книгой Я с удовольствием читала и про локации, и рассматривала арты И так уж получилось, что у меня случился дубль Вообще не собиралась разыгрывать этот артбук Но вот второй экземпляр даже не буду распаковывать из пленочки Он отправится к кому-то из вас Мы начинаем и продолжаем серию предновогодних розыгрышей Так что, если вы хотите поучаствовать в розыгрыше этого артбука То поставьте лайк этому видео И напишите в комментариях, какую одну компьютерную игру Вы бы могли посоветовать абсолютно всем Либо же про компьютерную игру, которая является вашей самой любимой И да, если вы напишите каких-нибудь третьих героев Или вообще что-нибудь, типа Дума из 90-х Это будет только круче, и мне будет только интереснее читать Что касается артбука Здесь все про игру, все про локации Он великолепно просто издан Я вам уже показывала его в ролике Где рассказывала о том, что читаю именно сейчас И все разбито по локациям и по событиям игры То есть, как компьютерная игра отправляет игрока В грандиозное путешествие золотой век Древней Греции Также и в этой книге собраны репродукции сотен никогда ранее не публиковавшихся изображений Из художественных студий Здесь и наброски, и концепт-арты И великолепные приведенные в изначальном виде полотна Которые снабжены закулисными комментариями художников Ну то есть, вы понимаете, что это нереально крутое издание И для фанатов, и для тех, кто просто интересуется Древней Грецией Розыгрыш получился абсолютно незапланированным Но, надеюсь, вас порадует А вот следующая книга будет являться спойлером к тому, что вы увидите в моем зимнем книжном марафоне Я его постепенно снимаю И в итоге выйдет, наверное, два больших отчета Потому что книг я набрала И, в принципе, все их успела прочитать практически за 9 дней Это представитель нового сейчас веяния в жанре фэнтези Так называемого этнического фэнтези Вообще, когда я впервые прочитала аннотацию этой книги И я поняла, что мне нереально интересно читать про всяких джинов, эфритов, гулей То есть, в принципе, вся арабская тематика меня не очень волнует Но вот именно про этих существ мне читать очень интересно Ну и, в принципе, всегда интересно, когда какой-то необычный сеттинг Когда необычные локации и необычное место действия, что здесь нам и обещается И про сюжет я единственное знаю, что это главная героиня, у которой просыпается какая-то магия Ну, как всегда, фэнтези, мы не можем без этого обойтись И она случайно призывает могущественного джина Я не знаю, будет он ей служить или у них будет какое-то противоборство Завязка сюжета мне совсем немножко напомнила трилогию Бартимиуса, которую я просто обожаю Поэтому у меня огромные надежды на эту книгу Ну, не буду лукавить, ладно, я немножко уже начала ее читать И начало просто восхитительное И еще один небольшой спойлер Смотрите, если вы хотите поучаствовать в розыгрыше этой книги У меня тоже два экземпляра И разыгрывать я ее буду как раз в течение зимнего книжного марафона Так что не пропускайте этого видео А вот в следующем пополнении на моих книжных полках Целиком и полностью виновата Аня Bookspace Она очень интересно рассказывала про ключи локов У меня уже здесь первые две части Хотя книг, по-моему, всего пять Я не слишком много поняла из сюжета Кроме того, что здесь есть семья В которой случилась какая-то трагедия И они вынуждены переселиться в новый дом Где есть множество дверей, множество ключей И за каждой из дверей скрывается какая-то новая реальность Или проход в другой мир Или человек там как-то меняется Я вам оставлю ссылочку на видео Ани Зайдите, она там более подробно про них рассказывала Но мне нереально нравятся вот эти заигрывания С другой реальностью С проходом через другие вселенные Так что у меня огромные надежды Тем более я уже давно ничего нового для себя в комиксах не открывала Последним открытием, кстати, опять же Благодаря Анюте была сага, которую я читала летом И вот сейчас осенью дочитывала Так что следующее, то, что я возьму из комиксов Это определенно будут ключи локов Присмотритесь, те, кто неравнодушен к жанру комикса Следующие мои книжные приобретения Это две книги Эми Харман С которой я, к сожалению, не успела встретиться в Москве Хотя она приезжала И были встречи и у издательства И, в принципе, она была в книжных Во время нонфикшена Но у меня не хватило времени К сожалению, хотя у всех такие приятные очень впечатления остались От знакомства с писательницей Это книги «Птица и меч» и «Королева и лекарь» Про «Королеву и лекарь» ничего не скажу Потому что купила абсолютно вслед за этой книгой А «Птицу и меч» я начинала, во-первых, читать в электронке В электронке мне понравилось И поэтому я купила в бумаге Книжечка совсем небольшая Ее я как раз брала с собой в дорогу на нонфикшен Там прочитала практически до конца И книга мне понравилась очень Это, опять же, то самое Каким в моем представлении должен быть Очень качественный ром-фанд И меня книга еще чем приятно удивила Я рассчитывала, что она будет 18+, И немножечко так с опасностью С опаской брала ее в руки Потому что у клевера мне не очень нравится То, что у них выходит подростковая И с такой маркировкой Но здесь оказалось 16+, все было очень мило Наивно И здесь была классная магия слов Которая звучала как заклинание Вернее, как слова, произносящиеся И наделяющие своей магией Или каким-то действием предмет И обратно они отменялись Произнесением этого слова Произнесением этого слова Задом наперед Мне это напоминало какие-то сказки Из детства И были здесь очень приятные герои И в принципе все построено По таким сказочным канонам Но это не раздражало И читалось, особенно в дороге Просто замечательно Поэтому про птицу и меч Я вам буду рассказывать Исключительно Высказывать исключительно Свои положительные эмоции Следующие несколько книг Я показываю вам именно с топкой Я их не покупала Они приехали ко мне От издательства Росмен И это первые части Каждого из циклов Евгения Гоглоева Внимание вот сейчас На канале Росмен Вышло мое видео С гидом по этим сериям Где я рассказываю Как они между собой связаны Почему они объединены И в каком порядке В принципе их можно читать И еще там розыгрыш На любую из этих частей Я читала буквально По одной книге Чтобы составить Представление о циклах Но Пандемониум Я читала даже раньше И могу сказать Что вот Зерцалию И ее спин-офф И Пандемониум Я вряд ли буду продолжать Книги и мир Определенно крутые Но мне кажется Я немножко из них уже выросла А вот Пардус Несмотря на то, что рассчитан Он в принципе На ту же целевую аудиторию И на тот же возраст Ну вот подростков Старших школьников Средних школьников Мне очень понравился И скорее всего Пардус я буду продолжать читать Не знаю правда В каком настроении И как скоро Но вот с этой серией Мне не хочется расставаться И эту книжечку Я определенно Никуда отдавать не буду И даже возьмусь За продолжение Так что заглядывайте На канал Красмен Там полный путеводитель От меня А вот про следующие книги Я уже успела вам рассказать Про какие-то более полно Какие-то я читала В Трайе Чептертек Но считаю нужным Показать их и здесь Потому что те рубрики Смотрят не все А книги действительно стоящие Во-первых Это странная практика Которая стала просто Моим каким-то Невероятным открытием Я совершенно ничего Не ожидала от книги Зашла в книжный Потому что мне нужно было Чтение буквально Там на 4 часа Телефон разряжался А ридер я не взяла И вот странную практику Я прочитала За несколько часов И это было великолепно Я опять же оставлю вам ссылку Под видео Где рассказываю Про эти книги подробнее Но вот странная практика Это тот случай Когда книга Сочетает в себе И городской фэнтези И небольшую романтическую линию И хороший юмор Здесь главная героиня Грета Хельсинга Является владелицей Очень странной Врачебной практики Она помогает Всяким сверхъестественным существам Которых В принципе Все бы назвали монстрами Вампиром Гулям Мумиям Причем здесь все это Так забавно обыграно Но в плане того Что мумии меняют Свои старые кости На новые протезы Вампиры следят за Чистотой зубов Ну и все в таком духе И вот появляется Банда Неких фанатиков Которые угрожают Не только Сверхъестественным существам Которые Ну нельзя назвать Их прямо Положительными героями Но вот мораль Здесь обыграна Очень интересно И вот эта банда Угрожает не только Существам Но и мирным жителям Интересно раскрыта Интрига Я уже Мне сказали Что у этой книги Будет продолжение Хотя читается Она достаточно закончена Так что если вы хотите Чего-то короткого Милого И интересного Обязательно обратите внимание Следующая книга Это Погоня за сказкой Это Мой Вклад в копилочку Ромфанта Скоро будет выпуск Опять же По лучшему В жанре И потому что Я для себя открывала За последнее время Это пиратская история Это история И романтическая И приключенческая И первая часть книги Читалась довольно вязко Потому что я не очень люблю Вот эту книжную Санта-Барбару Кто там на ком женился Какая там была Семейная жизнь И все в таком духе Но потом начался Крутейший пиратский роман С приключениями С кораблями С шикарным Главным Ну вторым главным героем Капитаном корабля В общем Если любите Пиратскую тематику И если Хотя бы лояльно Относитесь к жанру Ромфанта То попробуйте Это очень неплохо И кстати Опять же Мне уже сказали Что есть классное Продолжение У этой книги Так что обязательно Буду читать Дальше Воронят Про которых я пока Очень связанного Чего-то вам не могу сказать Я читала Эту книгу В рамках Трия Чептер Тег Буквально здесь Самое начало Пару глав Ну было неплохо Прочитаю до конца Расскажу Здесь есть Элитная школа Что для меня Является плюсом И вот Воронятами Как раз называют Ее воспитанников Потому что У них на груди Вышита эмблема Ворон Ну посмотрим Как у меня сложится С этой книгой Я видела на нее Отзывы как Очень положительные Это чуть ли не Лучшая подростковая Фэнтези Так и крайне негативные В любом случае Составлю свое Дальше Бастиан Цах И Матиас Бауэр Это Морбус Дэй За рождение Вот про эту книгу Мне если честно Нечего сказать Особо положительного Потому что После Трия Чептер Тег Я ее дочитала Она совсем небольшая И это Как я уже говорила Дэн Браун на минималках Здесь не хватает Определенной интриги Здесь определенно Не хватает атмосферы И каких-то Интересных Исторических фактов Которые бы вас Держали в этой истории Но при этом Это приключенческое Это Немножко мистическое И я даже не могу Назвать это триллером Но если вам нравится Что-то такое Историческое Очень простое И мистическое Но что потом Перевернется в Обыденность Можете попробовать Не знаю Это первая часть Я продолжать серию Точно не буду Дальше Нефритовый город Который у меня В процессе прочтения Прямо сейчас Тоже брала эту книгу В Трия Чептер Тег И это было великолепно Это такой Азиатский боевик В фэнтезийном сеттинге Это было очень круто Я сейчас Не вижу смысла Вам пересказывать Завязку сюжета Тем более Тогда меня Еще и обвинили В том Что я надавала Спойлеров Хотя я сама Прочитала здесь Буквально Страниц 20 2026 По-моему Страниц Я прочитала Еще сама Не успела Ничего понять Кроме того Что нефрит В мире этой книги Очень ценный камень Который Это камень Минерал Камень По-моему Это очень ценная В общем Субстанция Которая может Наделять владельца Сверхъестественной силой Сверхъестественными Способностями И наконец Гамбит Девятихвостого Лиса Это фантастика Опять же Читала в рамках Трай Чептер Тек И это великолепно Вот я почти Дочитала сейчас Эту книгу Вообще Мне очень везет На хорошую Научную фантастику Это еще и Боевая научная фантастика Здесь огромное Количество Всяких сражений Интриг Хитросплетений У меня просто Кипела голова Очень крутая книга Если ищете Чего-то Просто вот Крышесносящего Из фантастики Обязательно Попробуйте Опять же Вот ничего Сверхъестественного Не ждала От этой книги Взяла по совету Знакомой Но вот Совет не подвел Это было очень здорово Ну и на этом Мои такие Немножко сумбурные Новые книжные Приобретения Подходят к концу Наверное В этом году Они станут последними Если я сейчас В Читай-городе Ничего себе не назаказываю 14 числа Там будет скидка 20% А у меня собрана Целая корзина Азбуки Не знаю Отставлю на следующий год Или закажу сейчас Посмотрим Увидимся с вами Буквально завтра Не забывайте Участвовать в конкурсе И пока Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok